Друзья, 2021 год продолжается, и к нам по-прежнему продолжают поступать печальные новости из жизни наших любимых актеров. С прискорбием вам сообщаем, что 7 марта 2021 года наша страна потеряла сразу четырех замечательных и талантливых людей, сделавших огромный вклад в культурное развитие нашей страны. 7 марта 2021 года на 90-м году жизни скончался народный артист РСФСР, знаменитый советский пианист и педагог Дмитрий Башкиров. О смерти музыканта сообщил его коллега Лев Маркис, назвав друга одним из виднейших представителей русской пианистической школы. За годы работы и творчества Башкиров оставил глубокий и яркий след в профессии, в том числе и как выдающийся педагог, отметил скрипач. Дорогой друг, ты достиг конечной гавани. И заслужил покой и благодарную память, добавил Маркис. Дмитрий Башкиров снискал международную известность как педагог. Он преподавал в Московской консерватории, высшей школе имени Королевы Софии в Мадриде и Международной фортепианной академии на озере Кома. В 1990 году Башкиров получил звание народного артиста РСФСР. В этот же день случилось еще одно трагическое событие. 7 марта 2021 года на 1974 году жизни скончалась советская и российская актриса, народная артистка Российской Федерации Татьяна Иванова. Дебют актрисы в кинематографе пришелся на 1974 год, когда она приняла участие в съемках киноленты 1HD1. После этого в 2004 году исполнил одну из ролей в фильме «Искушение Титаника». В 2007 году вышла лента «Иное», а в 2009 – «Журов». В том же 2009 году вышли еще два кинофильма с участием популярной артистки «Котовский снег на голову». Большую часть своей карьеры звезда посвятила работе в театре, где и оставалась до конца своих дней. К сожалению, в этот же день не стало еще одного замечательного человека. 7 марта 2021 года в возрасте 75 лет скончался советский и российский театральный актер Владимир Авраменко. На счету артиста более 30 театральных ролей. Зрителям он запомнился по ролям в постановках «Одна абсолютно счастливая деревня», «Человек и джентльмен», «Зеленая зона», «Леди Макбет Мценского уезда», «Серано де Боржирак», «Дядюшкин сон» и во многих других спектаклях. Но и это еще не все. В этот же день от нас ушел еще один замечательный и талантливый человек. 7 марта 2021 года в возрасте 90 лет скончался советский и российский киноактер Николай Гаврилович Сморчков. В фильме «Жестокий романс актер» сыграл роль батюшки. Также зрители запомнили артиста по ролям в таких фильмах, как «Долгие версты войны», «Иваново детство», «Тревожный вылет» и многих других. Мы выражаем искреннее соболезнование родным и близким ушедших актеров.